Иван Ищенко связал свою жизнь с небом в 18 лет. Пошел учиться в авиационное училище. Последний экзамен сдал 1 июня 1942 года. А потом началась практика, военная. Он хорошо помнит свой первый боевой вылет. Представился немец, Фост. Ну, уже довольно близко, он там стрелял по нашему самолете. Я отстрелился, там пулемет, шкаст такой был, натурельным. Две очереди я дал, у меня пулемет отказал. Он подошел, плотную немец, я ее лицо вижу. Я по этой рукой правой достаю эту ракетницу, представьтесь, как я полоную в нем, об этом немца. Боевым разложетом и пудрал отсюда. И когда я прилетел с этого вылета, все увидели, что я побелел. С того самого дня полностью седой. Всю войну в одной эскадрилье. Немногие его друзья дожили до победы. Отступали, сжигали неисправные боевые машины, снова наступали. Иван Кузьмич побывал в окружении, выжил, освобождал Кубань. Дошел до самого Берлина и написал на стене Рейхстага в самом центре. Иван из Донбасса. Медаль за взятие Берлина Ивану Кузьмичу дорога больше всех. Макет самолета Пе-2, как ласково его называют, пешка, на котором и закончилась для него война, бережно хранит дома. После войны получил два высших образования, летал уже на гражданских самолетах, женился. Жена тоже была в Берлине и была в Рейхстаге. Случайно мы ей встретились, ну, стали вспоминать. Жена моя служила в войсках НКВД. С боевыми товарищами каждые три года встречались в Москве у Большого театра. И с флагом полка шли по Красной площади. Вспоминали тех, кто не вернулся из боевых вылетов. Вырастил детей, уже есть внуки и правнуки. Иван Кузьмич только прилетел из Москвы, гостил у дочери и рассказывал корреспондентам Первого канала о боевом прошлом. Каждый раз, когда он поднимается в небо, ему снова 18 лет. Небо – это жизнь, по-моему. Это все в небе. Радость, подняться. Вот сейчас вот я летаю, значит, ну, как-то поднимся. Городичу себя, здоровей такой, говорите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.